Окружность Эйлера На самом деле, пожалуй, даже легче, чем прямая Эйлера Потому что, понимаете, про прямую Эйлера Там, что-то, есть некоторые сомнения А вдруг я не рисовал криво, а вдруг нет А когда на окружности 9 точек То трудно, понятно, трудно подумать, что это случайно Итак, я сейчас рисую абсолютно любой треугольник Сначала, что такое три точки Это очень просто, это середина сторона Это самые обычные три середины Конструкция будет абсолютно симметричная Поэтому мне проще такие вот обозначения поддержать Итак, А штрих, В штрих и С штрих Это середины стороны Пишем Другой, ко всему, любой Остроугольный, дукоугольный, неважно Ну, картинка, конечно, будет отличаться А на самом деле, неважно Дальше Нужно нарисовать линии, которые у нас сегодня уже были А именно, высоты Они у нас сегодня были зеленые Поэтому я и нарисую зеленые Высоты пересекаются в одной точке Соответствующие точки Тоже давайте как-нибудь обозначим Ну, например С, это фунтикулярная Б, это фунтикулярная И А, это фунтикулярная Основание высот Каждый раз здесь вот 90 градусов Основание высот Так, а вот интересно, как середину будем отмечать? Б2, С2, 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 С3, С2, 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 С2 Нужно отметить середины. Чертеж в сути достаточно большим. А, Б, С, да. Основание пергендикуляров. С пергендикулярное, да. Да. Б пергендикулярное, давай, давай. Да. Доказать, что вот эти самые 9 точек, лежат на одной окружности. Которая как раз и будет называться окружность 9 точек. Для того, чтобы это сделать, один из самых простых способов состоит в том, чтобы на этой картинке найти несколько параллелограммов в ремионе. Они будут даже не просто параллелограммы. Они будут заодно и прямоугольны. Рассказываю. Мне кажется, самый такой понятный и видный это вот этот. Давайте я его спешу. А штрих, Б штрих, А два штриха, Б два штриха. Оказывается, это не только параллелограмм в ремионе для четырехугольников С, А, А, Ш, Б, но и прямоугольник. Смотрите, к чему этот прямоугольник. Отрезок Б штрих, А два штриха, это средняя линия в таком треугольнике. Согласны? В треугольнике С, А, А, Ш. Это средняя линия в треугольнике А, А, Ш. Но если это средняя линия, то отрезок Б штрих, А два штриха параллелен отрезку С, А. Все понятно? С, С перератикулярная лучше. Потому что у этого четырехугольника диагонали перератикулярные. А это то же самое. Параллельно С, А, и параллельно высоте С, С перератикулярной одно и то же. Потому что А лежит на этой прямой. Так, давайте я... Я еще не доказал, что это прямоугольник. Давайте я пойду дальше. Что такое отрезок А штрих Б два штриха? Это средняя линия где? В треугольнике? Б, А, С. Б, А, С. А это означает, что А штрих Б два штриха параллельно той же самой высоте. Ну и, наверное, дальше уже все понятно. У нас отрезок А штрих Б штрих параллельно отрезку А, Б и параллельно отрезку А, Б штриха, Б, Б штриха по той простой причине, что отрезок А штрих Б штрих от средней линии всего большого треугольника А, Б, С, а отрезок А два штриха, Б два штриха это средняя линия треугольника А, Х, Б. И получается, что у нас есть высота и сторона треугольника и четырехугольник, у которого две стороны параллельно высоте, а две стороны параллельно стороне треугольника. поскольку между высотой и стороной 90 градусов, то и здесь тоже будет везде 90 градусов. Ребята, это понятно? Более-менее все это застетяем. Поэтому сейчас ни в коем случае не надо, что называется, ускоряться и идти дальше, а надо тщательно посмотреть на вот этот вот чертеж. А штрих, Б штрих, А два штриха, Б два штриха это прямоугольник, потому что есть четыре средние линии, да? А штрих, Б штрих, это средняя линия в треугольнике А, Б, С, и поэтому это параллельно отрезок А, Б. А два штриха, Б два штриха, средняя линия в треугольнике А, Б, А, поэтому параллельно, да? Все понятно? Ну и там звунику в треугольнике. Все. А вот теперь мы должны воспользоваться тем, что наша задача о треугольнике, то есть буквы А, В, С входят симметрично. И если я нашел вот такую фигуру, то я могу вместо буквы В, и у меня получится А штрих, С штрих. Есть такая линия? А штрих, С штрих. А еще что есть? А два штриха, С два штриха. И вот так. Давайте запишем. А штрих, С штрих, А два штриха, это тоже прямоугольник. Давайте поймем почему. По той же причине. Отрезок А штрих, С два штриха параллельен вот этому, параллельно отрезку В, то есть параллельно В, В штриха. Отрезок С штриха два штриха, это третья линия треугольника А, В, А, Ж. То же самое параллельно в этой статье. Отрезок вот этот, вот А два штриха, С два штриха, параллельно отрезку А, С. Все понятно? Да, да. Я сейчас там, где были буквы В, написал что? Я нарисовал второй прямой угольник. Можно было бы найти еще один. А именно не с буквами А, В и не с буквами А, С, а с буквами В, С. Давайте я его пунктируем покажу. Хотя вообще-то мне уже не особо нужен, потому что два прямоугольника это уже не так мало. Вот если вот так вот нарисовать, то это тоже прямоугольник. Согласны? Вот, потому что вот это в параллельной высоте А, это регулярно, и это тоже, и вот это в параллельной высоте В, С, и это уже. Отлично. Потому что на самом деле даже три прямоугольника есть. Но вообще-то мне этого не хватит. Дело в том, что у любого прямоугольника есть замечательная свойство. Когда у нас есть прямоугольник, то его диагонали равны по длине и в точке пересечения делятся пополам. Согласны? Да или нет? Да. А теперь внимание. У этого прямоугольника есть диагональ А'А2'. И есть середина, давайте ее обозначим как точка D. D это середина отрезка А'А2'. И вот эта середина является центром этого параллельного галлограмма. Так? Отлично. А вы понимаете, что у этого прямоугольника, D центр прямоугольника А'А2'. У Гуэ тоже есть диагональ А'А2'. Тоже диагональ А'А2'. А у прямоугольника, какой бы он ни был, диагонали делятся пополам и равны по длине. Значит, та же самая точка D это центр и этого прямоугольника тоже. А теперь соображаем. Если у нас есть вот здесь отрезок А'А2', то окружность центром D проходит через эти все четыре точки. Правильно? Прямоугольник вписан в окружность. И та же самая окружность, потому что отрезок А'А2'а тот же самый. Это будет окружность, описанная вокруг этого прямоугольника. Господа, я доказал теорему об окружности шести точек. Обратите, пожалуйста, внимание. Пока не девяти, а шести. Что это за точки? Это вот эти А'А2'а, В'А2'а, В'А2'а, С'А2'а. Я пока не знаю, пройдут ли эти окружности через основание высоты. Но я точно знаю, что вот эти точки, давайте их жирно выберем, что вот эти вот шесть точек лежат на одной окружности. Причем это не просто какая-то непонятная окружность, случайная. А это окружность, центр которой, это точка Д, это середина отрезка А'А2'а, В'А2'а и С'А2'а. Давайте я попытаюсь эти отрезки нарисовать. Вот видите, отрезок, соединяющий А'А2'а. И отрезок, соединяющий А'А2'а, В'А2'а, 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 С'А2'а. Если сейчас мы сумеем понять, по какой причине точка основания высоты, опущенной в источник А'А2'а, вот А'А2'а, или основания высоты, опущенной на сторону А'С, лежит на этой окружности, то задача будет полностью решена. Для того, чтобы это сделать, конечно, лучше всего зарисовать монастной чертеж. Он совсем простой. Смотрите, вот есть отрезок СБ. У него есть точка А'А'А, здесь идет высота. Где-то здесь есть точка А', точка А'а лежала на высоте, правильно? Это была середина отрезка, то есть менявшего вершину с точки пересечения высот. И здесь вот где-то расположена точка А'. Что такое точка Д? Это середина отрезка А'А2'. Давайте я это еще раз помешу. Д это середина отрезка А'А2'. Надо каким-то образом объяснить, почему отрезок ДА перпендикулярное равен отрезку ДА''. То есть вы проводите окружность с центром в точке Д, но почему-то она проходит не только через точки А, но и через точку А перпендикулярное. Вы провели окружность с центром Д диаметром А'А'А, и почему-то эта точка на нее попала. Почему? Да. Вы принимали в треугольнике свойства, что медиана, опущенная в дипотенузу... Не то, что опущенная, медиана, проведенная из вершины прямого угла. А почему мы это? А потому что мы можем, господа, до того, как рисовать эту окружность, нарисовать здесь прямоугольник. Это действительно известнейшее свойство любого прямоугольного треугольника. Прямоугольный треугольник можно дорисовать до прямоугольника. А у прямоугольника, как мы сегодня уже говорили, что делают в диагонали? Они пересекаются, причем диагонали равны по длине, и пересекаются в середине. И значит, действительно, все эти четыре отрезка равны. Вокруг прямоугольника можно описать окружность. Всю теорему об окружности девяти точек доказана. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok